В Одесской области за проезд к морю теперь нужно платить 20 гривен в час. На каком основании бизнесмены установили шлагбаум при въезде на пляж и как на это отреагировали курортники, подробности знает Андрей Анастасов. Село Фонтанка под Одессой за проезд на автомобиле и стоянку возле моря теперь нужно платить 20 гривен в час. Нововведению всего несколько дней, но среди курортников уже резонанс. Люди не понимают, за что платят, но смиренно протягивают деньги, ведь приехали позагорать, а не ругаться. За парковку. Где парковка? Парковка там. Да, парковка внизу. Я согласна платить внизу, понимаете. А здесь за что? За шлагбаум? Шлагбаум установила фирма, в собственности которой находится прибрежное участок. Говорят, деньги берут за благоустройство территории и парковку. Хотя выглядит это благоустройство весьма сомнительно. Пыль, сорняки и бездорожье. Вы платите за парковку. Которая нет? Ну почему нет? Ну же территория есть? Хорошо, на парковке есть асфальт? Должен быть. За что тогда я плачу деньги? Ну как минимум за проезд к парковке. По словам юриста и установку шлагбаума и тарифы, они согласовали с исполкомом Фонтанского сельсовета. Но там чиновники будто вымерли. Все якобы на выезде. Местные общественники утверждают, если поднять документы, выяснится, спуск к морю не принадлежит частникам. Я считаю, мое мнение, это вне закона. Потому что они установили на коммунальной собственности Тонтанского сельского совета. Как на меня, это коррупция. Кто сюда приедет снова при таких умовах? Взять деньги коммерсанты попытались и с активистов. Но не получилось. Те силой подняли шлагбаум. Доступ к пляжу должен быть свободным. После этого еще минут 10 автомобили проезжали свободно. Затем охранники вернули шлагбаум на место. Ставить точку в этом скандале еще рано. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область.